К нам присоединяется Александр Павличенко, исполнительный директор Украинского Хельсинского Союза по правам человека. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Ну вот, бывший полковник российской разведки Игорь Саликов заявил о желании дать показания в Международном уголовном суде. И вот журналистам Саликов, кроме всего, рассказал, что был свидетелем военных преступлений Российской Федерации, в частности, казни гражданских, пыток пленных и похищение детей. И я процитирую, что он говорил, «Я видел, как люди из спецслужб вывозили большое количество детей без родителей через белорусскую границу. К этому были причастны целые колонны агентов ФСБ на черных автомобилях и небольших микроавтобусах». Насколько важны такие показания сейчас для Украины, да, вот целый полковник российской разведки. С 2014 года он воюет против Украины. Я бы, наверное, с осторожностью относился к такого рода информационному предложению, тем более, что оно как-то необычно появилось, опубликовано на веб-сайте «Влагу.нет». Это такой тоже сомнительный информационный ресурс с неоднозначной, неположительной репутацией. Но, тем не менее, я думаю, что такая информация должна и может быть проверена. И, собственно говоря, как минимум, этот офицер бывшей российской армии и вагнеровской группы должен быть надлежащим образом опрошен с тем, чтобы, возможно, получить какие-то дополнительные сведения. И, ну, если есть какие-то документы, возможно, у него сохранились, которые бы были доказательством фактов, которые он приводит в качестве имеющихся военных нарушений. И вот эта ситуация с предоставлением информации вот именно в такой способ и заявление о том, что он готов свидетельствовать для Международного уголовного суда, опять-таки, больше напоминает какую-то такую информационную операцию, нежели, на самом деле, скажем, это настоящий свидетель о безопасности и сохранности, которых, ну, скажем так, пекутся все органы, в том числе Международный уголовный суд. Не было ни одного другого такого свидетеля открытого, скажем, о котором было бы заявлено о том, что он согласен давать показания. И уже рассказано о том, что он готов рассказать, о каких преступлениях, какие привести примеры и факты. Поэтому вот такая открытость информационная, она играет, как бы, в противоположную сторону. И говорить о том, что это может быть использовано положительным образом, ну, как бы, здесь, наверное, не приходится. А скажите, а вот цель, цель вот этой спецоперации какая может быть? Вести Международный уголовный суд в заблуждение, да, куда-то его повести по ложному следу. Что это может быть? Я думаю, что нужно прежде всего говорить о том, что мы имеем, скорее всего, какую-то, ну, операцию, которая поддерживается наверняка и теми же специальными службами. Потому что просто так появление вот такого, скажем, активного игрока и якобы очень информированного источника, ну, скорее всего, вызывает какие-то вопросы и сомнения, нежели радость по поводу того, что очень ценный, скажем так, источник информации появился, который готов давать свидетельство. Опять-таки, никто не мешает опросить его в качестве свидетеля, собрать полную информацию. Опять-таки, мы говорим о том, что он попал в голландскую юрисдикцию, и он может быть опрошен. Кстати, они работают совместно в Joint Investigation Team тоже. Они могут получить информацию, которую могут поделиться с украинскими правоохранительными органами в том числе. Поэтому, в любом случае, это не будет, скажем так, вредным. Но я бы очень критично относился к такого рода информации, которая появляется сперва на каких-то непонятных источниках, ресурсах, а потом она как бы должна быть подтверждена в качестве уже очного какого-то общения. И это бы выглядит немножко как торг, что вот я готов за что-то там отдать эту информацию. Ну, это вот как бы такое первое мнение. Говорить о том, что он может быть ключевым свидетелем, который сделает революцию и переворот, я бы не стал, потому что Международный уголовный суд работает по другим стандартам. И вот такого рода, скажем, свидетели, они как бы достаточно критично воспринимаются. И те свидетели, которые могут быть использованы в уголовном процессе, напомню, что уже есть тот же ордер на арест по Владимиру Путину и по Марии Львовой Беловой. Вот когда бы они появились на скамье подсудимых и возможно было использовать вот таких вот свидетелей, скорее всего, это будут совершенно другого класса и другие свидетели, которые будут давать прямые показания о совершении преступления, ну, в частности, относительно депортации украинских детей. Хотя я не исключаю, что какая-то полезная, скажем так, информация может быть получена и вот от этого бывшего военнослужащего российской армии. Ну, знаете, да, здесь нужно все проверять по каждому эпизоду. Меня вот, например, смутила такая формулировка. Целые колонны агентов ФСБ приехали на черных автомобилях и вот они похищали украинских детей. Немного, да, все по-другому происходит, как мы знаем. Ну да, нужно проверять здесь, нужно все проверять детально по каждому эпизоду. Но тем временем россияне вывозят украинских детей с временно оккупированных территорий в детские лагеря, в которых лекции проводят бывшие бойцы частной военной компании «Вагнер». Вот об этом сообщили в Центре национального сопротивления. И вот один из лекторов, например, это бывший наркоторговец, который получил 8 лет за сбыт наркотиков. В 1922 году его завербовала ЧВК «Вагнер». Он поехал на войну в Украину, получил помилование через полгода и вот теперь проводит уроки мужества. Скажите, вот как защитить наших детей от этого безумия? И вот даже не этот лектор, а организаторы вот этого всего действия, они вот по сути ведь настоящие военные преступники? С лектором просто все понятно. Вопрос, как защитить. Да, вопрос, как защитить. Это нужно победить Россию и отвоевать этих детей, чтобы влияние на них не оказывалось и посредством вот таких вот, скажем так, освободившихся бывших уголовных преступников, который получил помилование. Является ли он военным преступником? В данной ситуации, я думаю, что скорее всего речь идет о пропаганде и о том, что он будет рассказывать о героизме и гларификации российской армии и российского народа и, наверное, их президента. Фактически это не является военным преступлением, поэтому он может быть привлечен по другой статье к ответственности, но называть его военным преступником в этой ситуации, наверное, я бы не стал. И да, конечно, Россия использует все методы для того, чтобы провести пропаганду и завербовать в том числе и украинских детей, рекрутировать их в свои ряды и проводить вот это военно-патриотическое воспитание, которое было свойственное советской эпохе, помним эти все зормицы, военную подготовку, начиная там с 8-го, 9-го, 10-го класса, постоянно стрельбы, учения и так далее, и так далее. И вот то же самое Россия проводит сегодня с молодым поколением и готовит их фактически как рекрутов к вот этим мясным штурмам, к войне, к новым жертвам и к вот этой вот, скажем так, опять к ларификации России, используя в том числе и таких персонажей. Он не является каким-то уникальным и ничем не лучше, чем те же другие, скажем, бывшие или действующие военнослужащие или отставные военнослужащие. То, что у него такая биография, он был там наркоторговцем, я думаю, что там не один он такой, к сожалению. Это не является сильно большим показателем или категорическим минусом. Конечно же, мы можем говорить о том, что Россия как бы не гребует и такими лицами, персонажами. Но, опять-таки, наверное, он язык имеет хорошо подвешенный и представляет из себя героя. Мы можем вспомнить тех героев, которых Россия любила в начале вторжения в 2014 году. Кто такой был Моторол или тот же Гиви, которые были слеплены из куска, мягко говоря, материала, который был отходом. Вот такие вот отходы, они появляются и продолжают появляться уже в этом воспитательном процессе. ЦИК Российской Федерации ввел особые правила так называемых выборов на оккупированных территориях Украины. Избиркомы смогут по собственному усмотрению сокращать время голосования, а также переносить бюллетени в то место, которое сочтут безопасным. Кроме того, в марте на выборах президента Российской Федерации можно будет голосовать по украинскому паспорту. И вот в Институте изучения войны предупреждают, что Россия будет прибегать к фальсификациям и запугиванию избирателей на временно оккупированных территориях. И чем ближе к марту, тем больше. Как вы полагаете, что можно ожидать от кремлевских властей? И вот эта история с украинскими паспортами. Они хотят побольше людей загнать на участки, а может заодно взять на карандаш тех, кто не получил российские документы. Что это может быть? Смотрите, во-первых, слово выборы, наверное, здесь... Так называемое, да, я сразу подчеркиваю. Неуместно называть, потому что это процесс, который, скажем так, это игра в цифры. Какую цифру нам нужно нарисовать? Там 90% или 95% или 89%. Такая будет нарисована независимо от того, сколько лиц придет на эти участки и кто и как проголосует на эти участки. Поэтому этот вопрос не выборы. Зачем это происходит? Ну, это определенная система контроля и индикатор выявления лояльности. То есть во время этого процесса будут как бы установлены те, кто категорически против, кто будет протестовать. Наоборот, те, кто будут выявлять активность и будут за. И, собственно говоря, это формирование вот этих групп населения на оккупированной территории с учетом, кому раздавать пряники, кого нужно будет кнутом подстегивать и лишать гражданства и всех связанных с этим необходимых, скажем так, поддерживающих услуг. Ну, это и социальные выплаты, и медицинская помощь, образование, все вместе в комплексе. Поэтому это процесс, который я бы не называл, скажем, связанный с выборами. Это процесс такого идентификации населения на оккупированных территориях и по возможности, скажем, усиления контроля на этих территориях. Результат этих выборов не имеет никакого значения абсолютно. И напомним, что проводить даже эти выборы в зонах приближенных, в зоне ведения боевых действий, это тоже подвергание риску жизни и здоровья этих участников, этих выборов. Потому что могут быть и обстрелы, могут быть и прилеты, и все остальное, могут быть и боевые действия на этих территориях. В Харьковской области суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы россиянина за расстрел мирных граждан. По версии следствия, 23 июня 22 года под Изюмом уроженец Владимирской области Клим Киржаев расстрелял из БМП автомобиль с двумя мирными жителями Украины. Я напомню, что супружескую пару Харьковчан тогда спас дрон от ВСУ с запиской «Иди за мной». Очень громкая история была. Девушка не пострадала, а парень был тяжело ранен. И вот в этот же день оккупант Киржаев рассказывал о случившемся жене. Давайте вместе с вами и со зрителями послушаем тот перехват этого разговора, который опубликовала национальная полиция. Никакой человек, Сальва? Здорово. Сентября? Да. Понятно. А я людей, человека сегодня убил. Ты убил? Угу. Какого? Да х** я. Не знаю, я в какой-то такой х**. Такой, что ли? А? Да, да, да. Такой, что ли? А. Что он? Пришел туда, куда не надо или что? Что, нет? Короче, машина ехала. Ну, 30-й х** с БМС. Там женщины оказались. Угу. Женщина, лыжи х**, жут нет. Понятно. Ты честней. Да я не знаю. Вот. Вот так. Вот так. Понятно. Деньги мне положи на телефон. Знаете, вот меня в этом разговоре больше всего поражает, что говорит эта, ну, женщина, если можно ее так назвать, да, и то, как он в конце потом спокойно так говорит, ну, деньги мне там, брось на телефон. Но главное, главное в этой истории, я напомню, что все случилось летом прошлого года, что все виновные найдены, все факты нарушений законов и обычаев войны установлены. Приговор заочный, но он есть. Это самое главное, как вы полагаете? Это проблема, потому что для того, чтобы привлечь к реальной ответственности вот этого фактически военного преступника, уже осужденного и с приговором, нужно его прежде всего поймать, чтобы он оказался в руках украинского или международного правосудия. До тех пор, пока он будет находиться в Северной Корее, в Северной России, что одно и то же, в принципе, он будет чувствовать себя защищенным со стороны государства, которое, собственно говоря, и дало разрешение и мандат на вот такие военные преступления. Это проблема, это, скажем так, лицо этого государства, с которым мы воюем ежедневно, начиная с 2014 года, и широкомасштабная война, она уже как бы идет с 24 февраля прошлого 2022 года. И, наверное, вот такие ситуации, такие, скажем, неразрешенные уголовные дела, потому что приговор только тогда может считаться справедливым, когда он вступает в силу и исполняется по отношению к таким военным преступникам. До того, это чисто теоретическая, скажем, готовность применить это наказание к преступнику, причем здесь уже может работать и принцип универсальной юрисдикции, то есть можно обращаться к различным международным партнерам, к другим государствам, где этот принцип применяется, с тем, чтобы, ну, они могли применить и на своей территории исполнение наказания, то есть вот именно вот этот вот этап исполнения наказания. Ну и плюс Интерпол должен работать. Но мы видим пробуксование всей международной системы привлечения к наказанию вот таких вот преступников. Они могут продолжать чувствовать себя безнаказанно, находясь, скажем, в границах своего государства. Вы знаете, я читала об этой парочке упырей, они все-таки живут в постоянном страхе, они удалились из всех соцсетей, они меняют номера телефонов, они боятся отвечать на звонки, ну, вот так вот они сейчас живут. Это просто минимум тот, который, как бы, их сейчас достигает. Ну, наверное, возможно, применение такого метода наказания, который использовала, скажем так, израильский Моссад, который расправлялся с террористами по всему миру, просто как бы догоняя их и наказывая несудебными расправами. То есть, возможно, и такое, но это как бы... Мы посмотрим, что произойдет и что будет в ближайшие месяцы и годы. По крайней мере, есть персональные данные идентифицирования этот персонаж. И, собственно говоря, к смертной казни его не присудили, потому что у нас нет такого наказания. Но разведка может работать своими методами. И еще один вопрос хотели с вами обсудить. Комитет по правам человека ООН потребовал от властей России предоставить информацию о местонахождении и состоянии здоровья Алексея Навального. С ним нет связи уже 14 дней. И вот в конце прошлой недели появилась информация, что Навальный, цитирую, убыл в исправительные учреждения, расположенные за пределами Владимирской области. Об этом говорится в справке ВСИН, зачитанной на заседании областного суда. Ну вот и все, да? Как вы полагаете, у кремлевских властей для ООН найдется хоть какая-то информация? Вот для адвокатов, для родных ее попросту нет. Здесь они хоть как-то отреагируют? Мы посмотрим. Дело в том, что ВСИН отвечают достаточно четко, когда они получают информацию сверху и приказ о том, что они должны поделиться информацией. Мы работаем точно так же с информацией по некоторым украинским гражданским и военнопленным, которые проходят по уголовным процессам в Российской Федерации. И тоже, скажем так, в разный способ получаем в основном официальным путем информацию о месте нахождения. Навальный находился во Владимирском централе. Это такая известная инвестиционная, скажем так, институция. И то, что он выбыл без уведомлений родных и без информации о том, куда он прибыл и контакт с ним утерян, ну это нарушение тех же самых правил внутреннего распорядка и того внутреннего регламента российского, который они сами для себя установили, но они считают нужным соблюдать. Будут ли они отвечать и давать эту информацию на трибуне ООН? Думаю, что, скорее всего, они подготовят такую информацию, потому что я не вижу, какую опасность представляет эта информация, скажем, или ее предоставление, где и в каком состоянии находится Навальный и почему он был переведен. Ну, это внутренние дела России. И, собственно говоря, это просто еще один показатель того, что там даже их, скажем так, внутренние правила, они для них необязательны и не работают, когда им не нужно и не хочется их соблюдать. Поэтому это не первый такой случай, потому что мы точно так же искали достаточно много наших украинцев в российских СИЗО и тюрьмах и тоже с трудом получали эту информацию, хотя, скажем так, потенциально знали, что они должны находиться в конкретном учреждении этого СИНа, их службы исполнения наказания.